Всем большой привет! Сегодня будем готовить традиционный новогодний салат шуба по-новому. Селедка в новой шубе получается такая же вкусная, но смотрится намного наряднее. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала маринуем лук. Нарезаем одну луковицу мелкими кубиками. Помещаем их в миску, добавляем одну чайную ложку соли, одну чайную ложку сахара, две столовых ложки 9% уксуса, заливаем стаканом кипятка, перемешиваем и даем постоять до полного остывания. В это время чистим селедку. Сразу отрезаем голову. Затем спарываем брюшко. Выбираем, если есть молоки или икру. А все остальное хорошо выскабливаем ножом. Край животика с плавниками обрезаем. Черную пленочку нужно зачистить полностью, иначе рыба будет горчить. Дальше селедку промываем холодной водой. Промакиваем бумажным полотенцем. Делаем надрез со стороны спинки по всей длине хребта. И удаляем верхний плавник. Теперь поддеваем кожицу. И аккуратно снимаем ее. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Дальше делаем посередине хвоста небольшой надрез. И очень медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост. И удаляем оставшиеся косточки. Такую же процедуру повторяем со спиной частью филе, предварительно отделив его от хребта. Продолжение следует... Дальше нарезаем селедку небольшими кубиками. Затем измельчаем пучок перьев зеленого лука. Два-три вареных яйца разделяем на белки и желтки. Половину белков трем на мелкой терке. На этой же терке натираем все желтки и небольшую вареную морковь. Две-три вареные картошки натираем на крупной терке. Теперь трем на мелкой терке вареную свеклу. И сразу же после нее натираем оставшиеся белки. В результате белок станет фиолетовым и мы получим дополнительный цвет. После чего кусочки свеклы можно убрать. Дальше формируем наш салат. Филе селедки распределяем ровным слоем по всей плоскости тарелки. Сверху выкладываем маринованный лук. Смазываем все майонезом. Распределяем ровным слоем картофель. Солим его и перчим по своему вкусу. И снова смазываем всю поверхность майонезом. Теперь выкладываем примерно одинаковыми полосками все измельченные продукты. Я начала со свеклы. Потом положила желтки. Зеленый лук. Окрашенный белок. Морковку. Чистые белки. Снова свеклу. Желток. И зеленый лук. Очередность продуктов, конечно же, можно менять на свое усмотрение. Вот и все. Красивый праздничный салат селедка в новой шубе готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok